Я вам скажу и следующее, что сегодня грозит России. России грозит хаос из-за нынешней политики Кремля. Хаос, страшный хаос на постсоветском пространстве. Потому что кто сказал, что грузины не воспользуются прецедентом силового решения проблемы в Карабахе и не нападут на Абхазию и Осетию для того, чтобы восстановить свою территориальную целостность по образу и подобию Азербайджана. Чем они хуже азербайджанцев? Чем они хуже Азербайджана? Логично? Логично. Азербайджан выдвинул концепцию одна нация, два государства. Хотя азербайджанцы шииты, а турки сунниты. И азербайджанцы, как шииты, ближе к тому же Ирану. Но Азербайджан выдвинул эту концепцию. И кремлевское руководство в лице Пескова, Марии Захаровой, этому начали потакать. Чем это закончится? Завтра, и уже говорят это, Среднеазиатские, суннитские народы То же самое сделают. Казахи, скажут, С турками пойдут на смычку. И реализуется таким образом, осуществится пан-тюркийский проект. То есть, Одна, значит, Несколько наций, Несколько государств, одна нация. Несколько государств, одна нация. Казахстан, Киргизия, Туркменистан. Это сунниты. Там большинство Сунниты. Родственные говорят на одном языке. Алфавит пытаются. Так. Значит, все. Договорятся с Китаем и поделят. Там Китай, конечно, свои права защитит. Ну, а за Россию, Как считают некоторые, Вроде Ара Абрамяна, В Москве, Они будут, значит, Формировать армянские легионы И посылать В Казахстан и В Узбекистан, Киргизию. Если на них посмотреть, Их послушать. Вот эту Маргариту Симонян и других. Эти люди вообще Говорят о вещах, Которые неосуществимы. Вместо того, чтобы Видеть реальные проблемы, Которые встали перед Россией Именно потому, Что та же Маргарита Симонян В июле, если не ошибаюсь, За два месяца до начала 44-дневной войны Заявила в интернете В Твиттере, Что Россия имеет право Плюнуть на Армению. Это почему? Потому что Армения Армения решила Значит, привести к власти Никола Пашиняна. То кто вам сказал, Это суверенное право Армянского народа. И в отличие от той же Маргариты Симонян, Вот Константин Затулин В своем Недавнем выступлении Помните, да? Когда Коротченко там Пытался витействовать И была перепалка В программе В программе Евгения Попова И Значит, Этой Скобеевой. Значит, в этой программе Он тогда сказал, Что вот этим Этими своими Филиппиками Против Никола Пашиняна Вы укрепляете его Позитива власти. Потому что это вызывает Ответную реакцию. Это вызывает Значит, Возмущение Людей. А что вы? Собрались вместо нас Власть формировать? Что вы? Собираетесь нам Навязать этого Серджика Саркисяна? А почему вы не говорите О том, что Министр обороны До революции, Который был Министром обороны Виген Саркисян Уехал в Соединенные Штаты И там за 2 миллиона долларов Купил себе особняк На какие средства? За 2 миллиона долларов Купил себе Фешенебельный особняк И собирается там остаться Это министр обороны Член ОДКБ Министр обороны Министр обороны С которым У кремлевцев Были хорошие отношения Значит, там Всякие отношения Всякие отношения Да, хорошие отношения И в связи с этим Ничего не говорят Не говорят ни о Сойрусе И ни о других А факт остается фактом Человек, который Обладал Обладал Специнформацией Оборонными Данными Оказался там И уехал Уехал очень спокойно В то время еще Когда Сердж Саркисян Был У власти Оказался там Продолжение следует...